Это новый пульт коляски Caterville с LCD-дисплеем. Это аналог приборной панели крутого автомобиля. Здесь есть очень много всяких прикольных штук. Начиная от того, что отображается, естественно, заряд батареи. Здесь можно видеть в процентах и можно видеть, сколько километров пробега осталось. Здесь отображается текущая скорость. То есть, если мы сейчас поедем, у нас спидометр, соответственно, убегает. То есть, отображается текущая скорость. В центре здесь мы видим пробег общий и снизу пробег сбрасываемый. То есть, чтобы можно было замерять расстояние и сбрасывать. Соответственно, там каждые 10 метров расчет идет. Слева очень крутая штука. Это как тахометр в автомобиле. То есть, он показывает нагрузку на каждый из двигателей. То есть, можно увидеть, насколько тяжело двигателю заезжать на пандус, например. Или шлифовать на снегу, ехать по грязи. И, соответственно, можно оценить, насколько будет разряжаться ваша батарея. Здесь снизу отображается режим работы фар. То есть, если мы выйдем в меню и изменим, например, на аварийную сигнализацию, то здесь будет отображаться другой режим. Значит, сверху здесь мы видим текущее время. Далее температура окружающей среды и давление окружающей среды. Вот. Соответственно, если мы переходим в режим, здесь мы можем выбрать режим на колесах или на гусеницах. То есть, это тот стандартный функционал коляски Которвилл, Который, к которому уже привыкли. Значит, в меню, первое я уже показал, это режим работы фар. Здесь у нас есть режим аварийной сигнализации. Если что-то вдруг случилось, встали на дороге или надо привлечь к себе внимание. Значит, это у нас дальний свет. Светит достаточно ярко, на самом деле. Это ходовые огни, когда у нас включен только голубой ободок. Покажи спереди. Вот так вот. Да. Это ходовые огни. Ну вот. И вот это отключенный режим. Так. Ходовые огни, аварийка и дальний свет. Так. Следующий. Настройка сидения. Значит, здесь у нас настройка сидения. И здесь мы регулируем угол положения кресла. И, соответственно, идет отображение, на какой угол сейчас у нас отклонено кресло. Вот это, кстати, может очень полезно быть при заезде на пандус. То есть, если мы знаем, что у нас пандус 7 градусов, мы отклоняем сидение на 7 градусов. И знаем, что мы будем в горизонтальном положении. Далее у нас отображается крен и тангаж. То есть, это положение коляс для относительно горизонта. Крен, соответственно, это наклон влево-вправо. И тангаж это наклон вверх-вниз. То есть, если мы заезжаем на пандус, по тангажу мы можем судить о том, какой угол этого пандуса. Потому что в паспорте, например, написано, там, пандус не более 13 градусов. Откуда мы узнаем, какой реально угол у этого пандуса? Ну, вот, собственно говоря, по этой приборной панели как раз можно и определить. Далее, сброс пробега. То есть, это как раз-таки вот этот вот пробег нижний. Его можно сбросить, если нужно замерить, например, расстояние до магазина. Далее, настройка яркости дисплея. Соответственно, сейчас вот 100% можно его понизить. Не знаю, если, может быть, ночью кому-то в глаза бьет, соответственно, можно уменьшить яркость дисплея. Далее, настройка сигнала. Очень интересная штука, да, то есть, если у нас сигнал, вот, самый низкий тон у нас такой, мы можем увеличить тон такой, ну и, соответственно, самый-самый высокий тон. Ну, это вот для тех, кто любит бесить людей, можно вот использовать такой очень высокий сигнал. Далее. Ручной режим. Соответственно, у нас кресло и гусеницы обычно управляются в автоматическом режиме. Если вы вдруг, вам нужно заехать в машину, ну, может понадобиться ручной режим управления кресла, потому что на гусеницах кресло управляется только в автоматическом режиме, здесь можно управлять, то есть, обойти автоматику. Настройка времени. Здесь, соответственно, можно подкорректировать время. Дальше идем. Настройка языка. Здесь у нас есть языковая поддержка русский, английский и испанский. Так, вернемся к русскому. Информация об устройстве. Это последняя модель GTS4. Версия прошивки блока электроники 8.31. Версия прошивки пульта 1.33. И год выпуска коляски 2018 год. Соответственно, если вы приобретаете опцию программатор, вы всегда можете проапгрейдить вашу коляску, установить последнюю прошивку, и это вам даст улучшение текущих характеристик и, возможно, появление каких-то новых опций. Окей. Настройки джойстика. Это чувствительность джойстика. То есть, если мы ставим джойстик на максимум, то у нас мы достаточно резко регулируем, резкий старт и резкое торможение. Если ставим чувствительность джойстика на минимум, то у нас тут все значительно плавнее. Вот так. Вот такой вот очень классный пульт. Что тут еще сказать? Ну, классный пульт. Классный пульт. Это на самом деле такая качественная приборная панель автомобильная для крутого, дорогого авто. Добро панель наложил. Вilly.